Незабываемое музыкальное путешествие в мир популярной классической музыки совершили в минувшие выходные гости усадьбы Горки. Ставшие непререкаемой классикой марши, вальсы, польки, арии из любимых оперет, все это звучало в исполнении признанных виртуозов, музыкантов и вокалистов. Площадкой фестиваля стал 300-летний усадебный парк. Что может быть лучше и романтичнее в выходной день, чем неспешная прогулка по тенистым аллеям подмосковной усадьбы, под чарующие звуки классической музыки. Уникальная возможность насладиться красотой усадебного комплекса и природы под живую музыку появилась у отдыхающих в Горках Ленинских в этом году. Проект начал реализовываться в феврале. Тогда субботние вечера проходили в помещении, а с мая концерты были перенесены под открытое небо. Сама по себе связь музыки и усадьбы существовала всегда. В русских усадьбах музыка играла всегда, особенно летом, когда вся культурная активность из города перемещалась за город, в том числе и в усадьбы. Поэтому усадебные концерты, усадебные мероприятия музыкальные существовали, и мы просто возрождаем эту традицию. Проводимые уже почти полгода музыкальные фестивали с каждым разом собирают все больше гостей. Среди публики, пришедшей на концерт в минувшие выходные, много постоянных слушателей. Первые концерты слушали когда в марте, с 8 марта начинали. Мы благодарны очень директору, потому что великолепные концерты, замечательные. Мы очень довольны. И с удовольствием ходим. И пусть продолжается, да. Придом к нам домой сюда привозят концерт. Конечно, как грех не сходить. Вот прошлый концерт, неделю назад, прошлую субботу, было здесь замечательное представление саксофонистов. Джазовых обработок, аранжировок достаточно интересных. И вот мы слушали все. С дочкой, с зятем, с трехлетней внучечкой. Музыкальный променад, по признанию жителей поселка Горки-Ленинский, стал довольно значимым явлением в их социальной жизни. Ведь это приобщение сегодняшней молодежи к музыкальной сокровищнице, к культуре в целом. Администрация музея Горки сделала какой-то новый шаг в развитии своего музея. Теперь это не просто место, где провел последние годы Ильич, а и какой-то некий культурный центр. Взаимое обогащение. И музей, и усадьба привлекают таким образом к себе публику, которая приходит и, может быть, впервые узнала это место и увидела, и будет здесь приезжать гулять. А в то же время люди, которые, быть может, считают классику чем-то скучным и каким-то особо неинтересным, и что нужно идти в концертный зал, как-то специально одеваться, может быть, первый раз в жизни услышали симфонический оркестр, концерт, и поймут, насколько это интересно, насколько это душевно, и придут в обычный концертный зал и в театре. Так что это очень радостное, взаимообогащающее общение. В этот вечер под сенью трехсотлетних деревьев в исполнении признанных виртуозов музыкантов и вокалистов Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко звучали произведения Иоганна Штрауса «Отца», Иоганна Штрауса «Сына» и Рихарда Штрауса «Марши, вальсы, польки, арии из любимых оперет». Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok